Молдова делает резервы газа за счет Приднестровья и уже даже не скрывает этого. Топливо оседает по пути в Молдову. Правда, за этот газ Кишинев еще не заплатил. Бесплатный резерв уже более 52 миллионов кубов. На неделе Кишинев назвал эти запасы своими сбережениями. Молдавские политики не учли целый ряд факторов. Незаконно изъяли газ у Приднестровья 1,6 миллионов кубов в сутки, что повлекло за собой остановку станции, не говоря о наших промышленных предприятиях. Более того, до недавнего времени Молдова отказывается признавать данный факт, но под прямыми доказательствами и реальной фактурой признали, что данные незаконные изъяты газ направлены в украинские газовые хранилища. О ситуации знают в Москве. Газпром уже заявил, если транзитный дисбаланс сохранится, поставки газа сократят. Об этой позиции на неделе говорил и пресс-секретарь Путина. Дмитрий Песков отметил, контакты сейчас идут по линии Газпрома и Молдова-Газа. Там есть очевидные, прямые, грубейшие нарушения контрактных обязательств. Оказалось, вначале молдавские коллеги рассказывали, что никто ни у кого ничего не отбирает, им не додают. Потом выясняется, что на самом деле, да, какой-то там газ где-то осел. Это уже заявили российские коллеги. Дальше молдавские коллеги начали себе противоречить и рассказывать, что там газа нет, его не додали. Потом, да, действительно, он осел. В итоге признали, что не только осел, они еще и планируют за него заплатить. Но, правда, не дозаплатили еще пока. В Москве тему Приднестровья обсудят на высоком уровне. В Госдуме подготовили обращение к президенту Путину и председателю правительства Мишустину. Парламентарии Государственной Думы, в общем-то, все стоят на позициях, что в данной ситуации Приднестровью необходима помощь. И, как я вот ранее сказал, пока вопрос между Газпромом и Молдова-Газ будет разрешен, рассматривается вопрос оказания технической помощи Приднестровью. И, в первую очередь, для обеспечения социальных обязательств, наших социальных обязательств перед гражданами. Это и пенсии, и пособия, и заработные платы работников бюджетной сферы. О газовом кризисе отправили письма и в ООН, и в ОБСЕ. Под обращением подписи президента Красносельского и спикера Коршунова. Подробно о том, что Кишинев отбирает газ, который должен идти в Приднестровье. В республике остановились крупные предприятия. Бюджет теряет колоссальные деньги. В стране режим ЧП. Политика экономического давления со стороны Молдовы может привести к гуманитарной катастрофе. Мне известно, что президент Приднестровской Молдавской республики обратился в международные организации, обрисовал ту очень непростую ситуацию, которая складывается по вине Молдовы и фактически усиливается экономическая блокада. Молдова нечистоплотно себя ведет, несмотря на то, что ей был предоставлен льготный режим в торговле поставком газа. Мы видим вот такие нечистоплотные методы. Здесь, конечно, помимо политических заявлений, необходимо использовать и международные механизмы и подавать иски в адрес республики Молдова и в международные судебные инстанции. Скоро президент России проведет встречу с Советом по правам человека. По традиции такие заседания проходят в декабре. Там Александр Брод намерен высказаться и о Приднестровье. Как правозащитник убежден, что и Российская Федерация должна более активно заботиться о своих согражданах. Тем более, очень многие жители Приднестровья имеют российские паспорта. И мы должны проявить более решительную позицию в защите их прав и жизненных интересов. То есть это должны быть, конечно, помимо апеллирования к международному сообществу и более жесткая позиция по отношению к властям республики Молдова. Это могут быть и экономические ограничения, и политические декларации. Интересы жителей Приднестровской, Молдавской республики нужно отстаивать более решительно и весомо. Эксперт Института русского зарубежья Игорь Иваненко уверен, к энергетической проблеме нужно привлекать как можно больше внимания. То, что вопросы перед международными организациями ставятся, и о том, что переговорный процесс заморожен, и что Приднестровье сегодня сталкивается с такими серьезными социально-экономическими сложностями, и я думаю, что это правильный шаг, поскольку в любом случае проблемы надо ставить. Другое дело в том, что вот эти международные организации, они находятся сегодня под влиянием и под таким негласным, неформальным руководством евроатлантических сил, ну в данном случае, если говорить об ОБСЕ, ООН там очень сильное влияние Соединенных Штатов Америки. Политика Молдовы вредит ей самой. Кишинев сокращает поставки газа в Приднестровье. Днестровская ГРЭС из-за этого не может вырабатывать свет для соседей. Молдова покупает электричество в Румынии, естественно, дороже. Стоимость перекладывает на население. Там уже выросли и могут продолжить расти тарифы на свет. Очевидно, что Молдова посредством вот таких действий, она как бы выторговывает для себя лучшие условия, добиваясь в том числе и отчасти пересмотра того газового контракта, который был с таким большим трудом заключен в прошлом году. И, наверное, вот эти акадные действия отношения Приднестровья, они направлены в том числе и на пересмотр вот тех соглашений, на их переписывание в сторону более выгодной Молдовы. И в данном случае Приднестровье оно используется как заложник вот в этом противостоянии. Для начала надо напомнить старую добрую истину. Если ты хочешь решить какую-то проблему в политическом плане, надо придать ей максимальную огласку. Именно этим и объясняется обращение нашего президента в международной инстанции. Хочу также добавить, что чем больше резонанс пройдет по странам мира, тем легче у нас будет дальнейшая возможность наращивать свои шаги и требовать конкретного решения возникшей проблемы, связанной, по сути дела, с той блокадой, которая чревата, как сказано в документе, гуманитарной катастрофой. На встрече политических представителей в Тирасполе сотрудники «Молдова-газа» сами признали, причины уменьшения поставок в том, что Молдова вовремя не провела аудит долгов перед «Газпромом» и постоянно задерживает оплату. «Газпрому», видимо, придется с Приднестровьем подписывать отдельный контракт. Как это сделать, непонятно и сложно, и пока все находятся в стадии торга. Вместе с тем, для потребителя, конечно, проблема есть. Заплатила ли Молдова за газ? Очередной рубеж был 20 ноября. Официальной информации нет до сих пор. Москву на днях вызвали главу «Молдова-газа». Будут встречи в «Газпроме». Тем временем до зимы остается три дня.